У меня травяной чай есть. Чего? Травяной чай есть. Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас великолепная Валерия в гостях и не менее великолепный реабилитолог наш. Суть в чем, мы будем сегодня говорить о перегрузках, перегрузках в спорте на примере нашей Валерии. То есть мы обсудим ее силовые, так как вы с ней не знакомы. Сейчас она вам рассказывает, что это немножко о силовых. У них отдельно выйдет видео о том, соответственно, чтобы не быть голословными, как она это, что делает. И мы, соответственно, с нашим специалистом обсудим все побочные эффекты, которые могут от этого быть. И почему они могут быть. И, конечно же, как их избежать. Начнем с Валерии. Валерия, расскажи, пожалуйста, о своих силовых вообще. И как это давно у тебя происходит в нагрузке. В тренировке с детства присед где-то 110, ну, уже в маленьке 60, 300, 80. То есть получается самый большой пока присед у нас был зафиксирован. Ну, я здесь расскажу, что я видел присед и видел, есть идет дестабилизация коленного устала, такая выраженная. Ну, и сейчас, наверное, лучше у нашего реабилитолога узнать мнение, что вообще, чем нам в первую очередь это грозит. Если коленного сустава присутствует, то идет разбалансированная нагрузка на коленный сустав. Коленный сустав у нас состоит из бедренной кости и бельцовой, и также там присутствует грамя низкая, с двух сторон. Вот. И нагрузка может распределяться не по центру коленного сустава, а на один из краев. Соответственно, когда один человек у нас работает за двоих, он устоит. То же самое происходит и с коленями, и с любыми суставами при присединизации. А еще, вот, расскажите нам, Валерия, были интересные темы, которые, ну, можно не озвучивать, там, с кем это конкретно было, да? Со специалистами, так скажем, находились там дворовые специалисты. Вот эти эксперименты в технике, которые неудачные, где-то там что-то неудобно было и так далее, со штангой. Все пошло в одно место. Ага, а в чем заключалось это, скажите нам? Ну, то есть положение штанги там менялось куда-то? Да, положение штанги вниз и внизу поставили прямо на позвонок. Сказали на оборот стараться максимально прямо, вообще, с неудобства позвоночника. Вот это вот как? Правильная рекомендация, когда, ну, вообще, людям говорят, что нужно идеально вертикально держать корпус во время приседа? Или возможен некий поклон вперед? Есть с точки зрения? Возможно, конечно, да. Возможно, некий наклон вперед. Здесь, смотря какая цель и задача, да? Увы, приспят. Для чего? Да, они делают все. Если, как бы, как все девочки тренируют ягодицы, да, для ягодиц, то тут имеет место быть направление веса в стопу, перед или зад, то есть играть на этом. Отталкиваемся мы носками или пятками, вот в этом больше есть главный момент, в принципе, нежели там спинек какой-то. Главное, чтобы она, ну, не сутурилась и не скручивалась вперед. Главное, держать спинку и кор. Вот. Всегда держим кор. Спасибо упражнение. Угу. Ну, то есть я правильно понимаю, что наша задача, грубо говоря, найти какое-то среднее положение. Мы сейчас говорим о спортсменке, как о Пауле Лифтере все-таки. То есть найти какое-то среднее положение, чтобы, ну, она была и в наклоне, но в то же время штанга у нее была, может быть, не на седьмом. Ну, шейном позвонке, правильно? Да, можно было хваточкой. Да. И, ну, в принципе, какой-то наклон небольшой вперед он размножил. Да, конечно. Вот. Опять же, вот этот комментарий, вот сейчас очень, мы осматривали меня за кадром, вот, и очень правильно было замечено, да, то есть когда Киперлордоз у нас есть еще и вот эти наклоны идут вперед, и есть проблемы с, соответственно, брюшными мышцами, правильно? Да, конечно, да. Бюшные мышцы плохо держат, ничему лордоз не вот так, то есть обратно, и, соответственно, гиперлордоз, и какие-то боли, ну, и еще и в передачу нагрузка сверху, да, помимо веса, там, в верхней части тела. Да, вот так. Просто почему-то спорные такие моменты, детали постоянно вызывают, и я вот уже со всеми врачами, наверное, снял этот вопрос про гиперлогос и то, что не мышцы. То есть люди, ну, мне кажется, это вот может быть то, что человек в пауэрлифтинге есть, и о тем, что нужно обязательно делать очень много тяг, ну, любых, то есть как подсобных, так же со стоек и так далее, естественно, тренировать поясницу, а пресс тренирует бодибилдеры. Мы же не бодибилдеры, мы брутальные пауэрлифтеры. Ну, да, но тут, видите, опять, да, вернусь к вопросу о целях, для чего. Если мне хочется просто пожать любой, там, любыми, там, силами, любыми способами, то бы, пожалуйста, да. Если мы про здоровье будем разговаривать здесь, то мы, конечно же, будем соблюдать все, что нужно, чтобы минимизировать травмы. И будем вес брать. То есть если больше не получается, то будем брать меньше. Мы будем работать статичнее, будем работать медленнее, для стабильности. Ну, опять же, вот уточню такой момент, как бы, ну, чтобы, так скажем, озаглавить, да, наше отступление. Смысл какой? Мы недавно снимали с гинекологом тоже видео, в принципе, вот что, вот, не договариваясь, прям, я об этом вопросе не обсуждал, чисто, честно, вот, ваше мнение. То есть речь о чем? Человек, если мы его протестировали, если его анамнез позволяет, он может заниматься пауэрлитингом? Мы не ставим, что пауэрлитинг или бодибилдинг – это точка в здоровье оборудовательного аппарата. Ну, то есть все равно, вот, одно равно повреждение. Или она может какой-то, ну, условно даже мы можем сказать, что есть какой-то у нее, там, запас этих поступлений, да, ну, пока она молодая. А потом мы ей, допустим, ну, может быть, там, в будущем, когда мы будем наблюдать за ней, скажем, вот, сейчас надо остановиться. Потому что… Ну, политика – это же спорт, правильно? Вот, и все знают, да, что спорт – это не про здоровье какое-то. Это спорт – это достижение целей, достижение целей любой ценой, да, как получается. Вот, генетический, генетический человек сильный или какие-то дополнительные, там, разные моменты, да, которые используются. Все, что угодно для того, чтобы от достижения цели. Опять же, спорт – для достижения цели нужны инвестиции. Инвестиции – это немножечко здоровье нужно отдать, по-любому, вот, если хочешь каких-то больших результатов. Если для здоровья, то это физкультурка, да, ничего там, не рвать, не надрывать, все аккуратненько. Вот, опять же, повторюсь, как мы любим – это изометрика, да, где-то медленно, чтобы мы могли контролировать все, чтобы мы не пропустили тот момент, когда уступает травма, чтобы она не вовремя остановится. Да, я к этому, что мы же можем, пользуясь, вот, допустим, даже у нас, да, вся реабилитация, сейчас разговор о том, что на базе физики здоровья ее вести, и там у вас огромное количество оборудования, но, как минимум, мы же можем спортсменов взять и не отказываться от них, не говорить им, что вы притормозите, да, не занимайтесь сейчас спортом, а вовремя отследить, когда им надо притормозить. Мы можем вовремя отследить, изолированно проработать с мышцами, потому что, опять же, да, для достижения цели очень много работают мышц с латомы. Допустим, чтобы нам поднять на бицепс, мы можем спиной помочь, да, ногами толкнуть, большой вес, да, но мы это сделали, мы молодцы, полтос на одну руку, красавчики. Но мы это сделали немножко неправильно, да, дали там большую нагрузочку какую-то, там, ну, ног толкнулся, опять же, на то же самое, на поясничку, да, для того, чтобы это сделать. Что мы можем здесь сказать? Если человек использует много какого-то сноторных мышц, для того, чтобы совершить действия, которые совершает одна мышца, значит, не тянет, ну, не может, не вывозь, не вывозь. Что мы будем делать? Мы будем брать меньше веса, будем выстраивать, будем, ну, накоризировать работу мышц, да, конкретных, которые нам нужны, и увеличивать их силы. Вот, и все. И работать над техникой. И с техникой тяжело, там, жать 400 от людей с хорошей, да, с правильной, там, странной делать, это тяжело, да. Но это более безопасно. Пожать с техникой 100, а нежели без техники 400. Ну, и в заключении хотелось бы узнать для наших зрителей, да, мы можем вот взять Валерию как пример, да, следующее видео, собраться и на ее примере сделать какие-нибудь тесты, которые, может быть, не будут, ну, аппаратными, потому что не у всех есть какие-то аппараты, и там, я не знаю, что тем более дома не стоит МРТ наверняка у человека. А вот что-нибудь такое простое, да, подобрать? Да, подберем, посмотрим, что подберем, посмотрим, не скажу. Вот, сами все увидите. Ну, по крайней мере, для этого понадобятся вам руки-моги, а не какие-то очень сложные штуки. И голова. И голова. Да, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!